Доброе утро, Симонов Владимир Львович, рискуя, как говорится, надоесть, мы с 2012 года приезжаем на вашу чудесную конференцию. Очень приятно представить в этом году, после окончания пандемии, наши проекты, нашего студенческого научного кружка. Этот кружок, он межвузовский, занимается, я сам из Российского государства социального университета, факультет информационных технологий, сейчас он немножко по-другому называется, социальных технологий, большое длинное название, такое всеобъемлющее. И наш кружок, как раз в него входят студенты со второго курса, магистранты, аспиранты и нескольких вузов. Наш российский государственный социальный университет, авиационный институт, много у нас занимаются, и вот одно время, даже до пандемии, занимались и МВП. То, что мы хотим представить вашему вниманию сегодня, это студенческие доклады, студенческие проекты. Студентам очень нравится вообще руками проектировать. Пандемия немножко изменила этот процесс проектирования своими руками. Мы кружком занимались, продолжали заниматься, но это было как бы дистанционно. Ну а в этом семестре как раз удалось уже заниматься очно. Студенты, ну вот они трепетно, вы сами знаете, конечно, они очень трепетно относятся к своим творениям. То, что сделали своими руками, это уже их. Они будут там на следующем семестре, на следующем курсе к этому обращаться, с удовольствием статьи писать, а можно ли продолжение, развитие. Это вот закон, подавляющее большинство вот так вот занимается. И главное, что в связи с государственными событиями в нашей стране, это то, что студентам необходимо приобретать навыки проектирования, то есть проектные. Они должны сами увидеть проблему. Ну, конечно, помогает там руководитель, все. Но в итоге студент скажет, а я все сам сделал, как всегда, все там. Увидеть проблему на основе, на своих знаниях, понять пути решения этой проблемы. Потом ее решить, протестировать, проверка правильности выбранных действий. И оценить, как говорится, экономическую составляющую. Потому что я говорю, вы все можете сделать, там прекрасно работает. Это может быть позолоченное, с бриллиантами и так далее. Ну, она не пройдет. Все работает, но вот цена не устроит. Так что вот у нас как раз все так вот и получается. И еще студенты, магистранты с удовольствием объединяются в группы, в команды. На экранчик уже презентация ваша вывелась, поэтому можем переходить к теме доклада. К сожалению, временно пока что только на телевизор. Хорошо, хорошо. И студенты, самое главное, что я хотел бы сказать, они должны приблизиться к производственной деятельности. Потому что, может быть, вы видели где-то там таблицу, что там сложный, сложный, там первый, второй, третий, четвертый, там пятый курс и специалитет. Там формулы, теории, интеграл, а потом как бы раз сводятся к формулам, не таким сложным на предприятии. Но знания для этого нужны. Формула не, так сказать, не получить без вот этих знаний. И как раз я хотел бы добавить, что разработка программно-аппаратных средств на микроконтроллерах, она помогает устроиться на работу, на работу, на оборонку. И те серьезные, сверхсерьезные предприятия, которые занимаются полетными устройствами, и не только. И как раз первый из докладов посвящен вот такой тематике. Разработка учебных проектов модели подвижных автоматических систем наземного душного размещения с использованием свободного программного обеспечения. Главные закоперщики были Елена Вепрева, Анна Махонина, вы увидите их в конце. И мы с Алексеем Ерпелевым, он здесь присутствует, следующий доклад будет читать. Руководили. Ну, девушки подготовили доклад, это вот их, так сказать, хорошая презентация. Вот они ее так вот расцветили. Ну, робототехника, это известные, так сказать, понятия, вот общие понятия робототехники, значит, проблемы. Вот то, что вот сейчас, о чем будет доклад. И такие проекты, мы в конце тоже покажем, были выполнены. Ну, наземное воздушное базирование, это значит, вот мы совместно с авиационным институтом, а там то же самое, но должно летать, двигаться. Ну, по крайней мере, на Земле взлет-посадка должны производиться. Ну, вот девушки подготовили такой слайд. Вот понятие робототехника, ну, вот это общие понятия робототехника, а внутри там масса всего. Электроника, кибернетика, и человек-машинные взаимодействия, и в общем, очень много. Вот области применения, вот девушки указали здесь, и строительные, и промышленные, и бытовая область, медицинская, вот экстремальная, авиационная, транспортная. Вот разработки есть, безусловно. Мы за фирмами не гонимся, вот, безусловно, такие серьезные. Но то, что сделано вот студентами своими руками, вот это, ну, как говорится, дорого стоит, дорогого стоит. Вот, ну, вот воздушный беспилотный транспорт девушки представили. Ну, вам это известное, конечно, явление. Вот, ну, и проблемы, с которыми сталкивается, собственно, робототехника. Вот, здесь, собственно, был доклад о такой вот логистике. Вот они сделали такого роботика небольшого, который ездит, наводится на цель, вот, на излучающий фонарик. Вот, одновременно избегает препятствий, не упадет. Одновременно он показывает свое состояние. Вот, на видео это будет показано. Вот. И вот здесь перечислены функции, требования, вернее, каким должны отвечать вот наземные воздушные транспортные средства. Ну, они главные, их, конечно, много. Вот, это и движение по маршруту, и мобильная корректировка. Это, в случае изменения данных о целеуказании и так далее, стабилизация движения при возникновении возмущений, избежание коллизий, там, препятствий, обрывов и прочее, прочее. Вот, ну, и надежное транспортирование груза. Вот, здесь мы небольшую теорию изучали. Вот, то есть классическая система, вот, когда слева поступают желаемые, вот, воздействия выходных переменных, вот, так называемая уставка, вот, блок сравнения, дальше поступает на регулятор, регулятор вырабатывает по своему закону, уж как он, так сказать, на какой закон настроен, как его запрограммировали, так он и будет регулировать. Поступает через исполнительные механизмы на объект управления, вот, на него еще и воздействуют возмущающие, вот, воздействие сверху стрелки показано, и объект как-то отрабатывает, и на то реагирует, и на другое реагирует, вот, бедный объект, ему приходится всему отвечать. Вот, измеряется, подается, как обратная связь. И вот классическая, 8 пунктов, определение цели управления, вот, это этапы синтеза, выбор переменных, то есть, чем мы можем управлять, требования к этим переменным, вот, дальше смотрится конфигурация, что у нас есть, что мы можем сконфигурировать наиболее оптимально, вот, модели, вот, выбор регулятора, определение ключевых параметров, которые подлежат вот настройке, настройки, ну, и оптимизации параметров, анализ качества системы, то есть, переходные процессы, вот, это вот огромная область, вот, теория управления, автоматического управления. Ну, и восьмой пункт, так сказать, это итерация. Пока не достигнем того, что мы желаем, мы возвращаемся и заново, заново, заново регулируем, переконфигурируем и так далее. Вот, ну, и, внимание, предложен наземный робот-паук-ямщик, девушки так его назвали, вот, это такая система, вот, они что-то взяли, вот, известная, божья коровка, сами сделали вот такого паучка, вот, там матрица, которая индицирует, лет матрица, она индицирует состояние. Подъехал к обрыву, там, мордочка вот так вот, значит, едет правильно, мордочка улыбается, там, ну, вот, несколько состояний. Впереди сенсоры, вот, дальномерное определение препятствия, значит, чтобы не упал с обрыва, и наведение на луч света. Вот, и цель была какая? Чтобы вызвать интерес к робототехнике, вот, одна из целей, у посетителей дней открытых дверей. Поэтому сделали в таком веселом дизайне, платы открытые, в тележке они там располагаются, вот, все это двигается, звуки издает. Вот, ну, принципы управления, какие здесь заложены, вот, два датчика света, регулирующие, вот, скорость мотора левая или правая, ну, наведение, это классическая схема, двухкоординатная. Следующее мы делаем четырехкоординатное, для вот уже такой взлета-посадки. Ой, отлично, отлично, спасибо большое. Вот, ну, вот, устройство находится в трех состояниях, вот, фрагменте программного кода, вот, ну, и вот состояние робота, веселенькое слева показано, и справа, значит, что там препятствия приближаются. Вот, вот, ну, здесь должны быть прикреплены видео, но я видео отдельно, там буквально по полминутке, они, вот, что он на препятствия, на темноту, на фонарик. Вот, это вот, так сказать, то, что вот мы сделали как наземное. Вот, теперь, поскольку у нас кружок общий, с авиационным институтом, то и вот данная презентация, она показывает, так сказать, результат вот нашего работы кружка, вот, нескольких, поэтому коротко вот, то, что по самолетному типу. Значит, здесь тоже поступила, так сказать, просьба, вот, ну, от руководства, чтобы на днях открытых дверей было показано что-то вот такое, не просто там презентация, а презентации, сопровождающиеся реальными проектами. Вот, ну, и мы решили сделать вот слева самолет, который вот наводится на посетителя. Вот, самолет стоит, посетитель входит, он его приветствует, навелся на него. Посетитель идет, самолет за ним следит, следит, направляется и так далее. Ну, вот, это я когда-то давно читал воспоминания одного товарища на выставке. Вот, он говорит, это, в общем, такое впечатление в производстве, что система не сбивалась, она четко пеленговала. Потому что отражающие способности у всех разные. Один в пушистом свитере, другой там в твердом пиджаке. Вот, для системы это все разный объект, она должна на всех уметь настраиваться. Вот, и мы решили, там фильтрация была проведена. Вот, справа, на правой части, это тренажер взлета-посадки, который стабилизирует высоту. Вот, при нагружении, значит, тоже нагружается, но закон управления, там интегральная здесь составляющая для минимизации ошибки. Вот, выдерживает высоту, также при сбросе груза, также при вот старте. Вот, ну, и вот, еще раз, как заключение, вот, разработаны системы наземного, как говорится, базирования, вот, перевозка грузов, вот, избегание коллизий, вот, то, о чем я сейчас говорил, да, вот, снизу показаны этапы, сначала так хотели, потом так сделали, потом решили все это в открытом состоянии. Вот, ну, и тренажер, так называемый взлета-посадки, вот, вот он здесь представлен. Да, мы обязательно работаем по ГОСТам, то есть документацию, чтобы студенты оформили, не просто как придумали, вот, как им показалось, взяли стандарт, прочитали, там уже все придумано. Мы когда вот тоже рассказывали, спросили, а трудно ли студентов заставить ГОСТы соблюдать. Оказывается, это просто, как выучил алфавит, и ты пользуешься алфавитом, все уже придумано, так и здесь, там уже прописано, как техническое задание, как технический проект, как описание составлять, то есть все, все, и список литературы, вот, он немножко незнаком, он идет как приложение к техническому проекту. Ну и вот в конце над проектом работали, вот, Симонов Владимир Львович, Еркалев Алексей Владимирович, вот, ну и наши вот главные проектировщицы, студентки второго курса информационной системы и технологии. Махунина Анна, Вепрева Елена. Владимир, спасибо за доклад. Коллеги, у кого есть вопросы? Есть. Владимир Львович, а процессор для распознавания образов, какой используете? И есть ли там какая-то операционная система на нем? Ставите ли нейросеть для распознавания образов? Вот, спасибо большое за вопрос. Значит, здесь мы образы не распознаем, это будет следующий доклад, в данном не распознаем. Здесь мы, просто имеется светящийся объект, и мы вот двухкоординантная, значит, система, которая вот его по азимуту наводит. Вот, распознавание образов, это вот следующая девушка будет докладывать, вот она с удовольствием делала систему. Вот, так что это вот на следующий доклад. Так, еще вопрос. Да, значит, во-первых, я, правда, увидел это в тезисах, но все равно повторю вопрос для всех. Скажите, пожалуйста, насколько все это действительно свободная штука, потому что, ну, то есть, может ли отдельно взятый человек воспроизвести вас в кружок, не закупаясь ничем, кроме, собственно, техники, да, все остальное? Да, да. Да, что там используется? Ардуино, я видел. Вайринг, да, Ардуино, вайринг. Код лежит. И все, да, и дальше просто студенты программируют туда, и это все, их работа. Да, да. Шикарно. А второй вопрос такой, а почему вы делаете этот доклад? Это же так было бы полезно. Вот как раз полезно, вот ваш коллега предлагал, чтобы приезжали, вот студенты докладывали. Студенческие доклады должны делать студенты. Знаете, все прекрасно, но каникулы. Кто-то заболел. А кто-то поехал домой, я понимаю, да. Ну, домой, да, или кто-то, вот, знаете, там тренировался на тренажерах. Следовало применить преподавательское принуждение, мне кажется. То есть держать при себе? Ну, как бы, нет. Ну, 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 вам какой смысл этот доклад делать? Это даже... Абсолютно с вами согласен. В общем, это в следующий раз. Спасибо большое. Конечно, конечно. Плюс балл. Конечно. Ой. Хорошо. Я думаю, что про работодатель не думает, а вот плюс балл. Да, это верно. Спасибо большое. Все верно.